Чем можно заменить дорогую розу? Ну, как сказать, вы же можете сами экстракт сделать. Ну, нельзя. У вас есть друг Вася. А вот он жрет много. Чем его можно заменить? Когда он приходит в гости. Вася незаменим. Роза имеет свое место в природе. И оно это место занимает. И если оно выживает, значит, оно выполняет свои функции. Тем более мы воспринимаем и запах как уникальный. Она незаменима. Но когда вы знаете, для чего конкретно вы хотите что-то сделать, вот для чего конкретно, там много вариантов. А вообще розу заменить невозможно. Герань и розовая герань – это не то же самое, что дешевая роза. А вот вспомнила вопрос. Розу и розовое дерево. Можно ли розу заменить на розовое дерево? Ну, не знаю. Когда вы зарплату получаете, можно вас заменить на кого-нибудь другого, но чтобы меньше вы получал? Ну, на верхней лечке можно кинуть. Зарплату не вам. Розовое дерево – одно, роза – другое. У них есть пересекание действия. Розовое дерево – хорошо для создания внутренней красоты, а роза вообще для красоты. Розовое дерево для наполненного вдохновения неплохо будет, для творческих людей. А роза вообще для вдохновения. Но роза лучше будет на баннер действовать, то есть на нашу кожу, на глаза, на ощущение счастья и красоты. А розовое дерево не будет. Но оно будет стараться действовать изнутри на кожу, и они друг друга будут дополнять, а не заменять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова